Так, ну что, ребят, продолжение 26-го кунг-фу капа будет. Я без задержки сейчас поставил, чтобы вот разрезать получается. Как раз сейчас выложим и на ютубчик все это дело мы. Субтитры сделал DimaTorzok Так, всё здесь выкладываю. Если, то когда? Да. Так, ребят, сейчас я вам запись поставлю, демаги Арктура, вчерашнюю. Слух, вам время осталось, 20 минут. Тут несколько игр, посмотрите, и будем переходить, короче, к Старлайну. А я в Акабире кушу быстренько, и уже прямой эфир. Блай против кассы будет у нас, ну и дальше, соответственно, одна, вторая. Так, ребят, что такое? Все, все нормально. Сейчас уберу здесь все. Ну что, я готов. Увер готов, увер летит вперед сейчас. Так, ну что же. Да. Рипером особо Арктура ничего не сделала. Да, Арктура ПМ-360. У демаги тоже 270, пытается подшатать еще, но нет, здесь не подрезать рабочего. Нужно либо так, улетать, или рипер может погибнуть. Здесь, кстати, есть много позиций, где можно запрыгнуть. А отсюда можно на мэн, я так понимаю, ворваться, или здесь нельзя. Да нет, можно, почему? Врывается на мэн Арктура. А здесь у демаги собаки стоят. Пролетел, демаги что-то медленно отреагировал, но потом отреагировал, конечно же, но так как-то рипер улетел. Сейчас уже скорость с собаками есть, и теперь будет тяжело рипера поймать. Так, третий хаттен, партер. Ну, рипер здесь стоит, демага видит его, Арктура вообще как-то не реагирует. А, ну, у него здесь, типа, елики приехали, получается. Один криптумер срезал, второй не может, он подрепить нечем. Собаки, где собаки, там, в районе мэна рипера ждут, если вдруг он сюда полетит. А у Арктура это третья цеха очень ранняя, я вам показал, забыл об этом сказать. Очень ранняя третья цеха. Реакторы под бараки ставятся сейчас, посмотрите, то есть сейчас что будет? Пять маленьких продакшн, получается, второй газ у Арктура на мэне. Здесь стенка с инженеринкой, очень четко, на самом деле, по билду Арктура сейчас играет. То есть сейчас реактор доделается, будет заказан Старпор, еще один реактор на факте под Старпор, чтобы медевать по две штучки строить. Ну и газ нужен будет, получается, там, еще и на второй базе, еще один Арктура. Здесь на третий все один газ. Так, здесь что у нас? Так, здесь три минерала больших и три по 900 на дальней базе вообще. Ну что же. Заехал Арктура, два дрончика минус, ну, сейчас неплохо это было сделано. Ну, Димага, блин, построил собак, и Артур здесь слишком долго задержался. Пытается переконтролить, конечно, переконтролить тяжеловато, но хоть каких-то собачек тут наподрезал, какое-то количество. Гелики вперед ездят, еще раз королев, сколько у Арктура? Королев семь штук, о, простите, у Димаги, семь королев. У Арктура два гелика, больше он и не строит, собственно говоря. Выв на третью базу. Просто ждет, так вроде, семь дэмэдж на ночь, ничего не убивает в итоге. Так, четыре дрона минус, пятый будет, да, будет и пятый, и шестой даже. Ну, на шесть дронов два гелика разменять, это нормально, на самом деле. Ну, гелионов больше не осталось, и все, Димага может спокойно гронится здесь, ставит, ну, четвертый уже на дальней базе. Крипа достаточно много, нужно дальше тащить. Правда, криптумру по одному всего идет вперед, но хоть так. Зато в этом направлении побольше. У Арктура третья вовсю уже добывается база, сармолизов ТК, в итоге 1,2,2 не закажутся сейчас сразу же. Димаги, Лэйр под 2,2 практически делается. Ну, Арктура восемь бараков сейчас заработает, три работает, на двух сейчас реактор будет еще плюсом. И три еще добавляются, ну, знаешь, трех базов-то такое количество адекватное вполне нужно. Газ, видимо, на третьей раскачать, потому что по газу тут Арктура немножко проседает сейчас. И мы сейчас и 2,2, а медиваки строить много там, что ему делать нужно. Почему-то Мариков-4 внизу осталось, не понял, не заметил, как он дробался вообще. Дробнулся Арктура, ничего здесь не сделал. 2,2 заказал, как только арморе доделалось. Газ так на третьей не ставят, депошечки строят четко. Полиамиду в плюсе, на самом деле. Так, здесь Мариков-4 забрал. Будет ли на мэй дробуса? Димага грамотно на мэйне, крипом там все обнес, чтобы вижен был. Артур собирается тут в другом направлении дробуса. Четвертый Артур, скорее всего, это пятый уже база строящийся. Отменит, скорее всего, димаги. Но он эскейп нажал, отменил. Все нормально. Здесь дробщик что-то не зашел совсем. О-о-о, минус медивакса, здесь сколько королев нет. Бедные маленькие здесь, вообще жесть. Но в это время Артур зато четвертую базу пытается, точнее, да, четвертую в левом верхнем углу зашатать. Скан, минус собачки, минки копаются, криптуморы падают. Оверсирф прилетел, Оверсирф что-то делать не может, королеву сейчас подрежет у нас Артур. Минки залп делали, ну так себе, они залп делают. Артур за газ пытается ныкаться, но здесь мозг и мага обойти с разных сторон. И да, прогоняет Арктура, но у Арктура лимит с ров плюсик. Посмотрите, сколько у Маликов здесь настроен, бараков 8. Здесь вот пристроек на двух бараках просто нет. Артур завтыкал, надо их добавить было бы. Так, тут что-то Артур пытается дропами летать. В это время одновременно ко второй димаге подходит. Крип почистил. Так, дропнулся-то, дропнулся, но подсобак здесь очень много бейлингов при этом к Тему Дима. Так, сканет Артур, криптуморы подрезает. Прирост он сюда не идет, здесь большой еще прирост дома. 185-152 по лимиту, 2-2 почти игры-дэ готово. Ну и, кстати говоря, кстати говоря, если бы этот прирост туда шел, было бы вообще все замечательно. Потому что, смотрите, лимит стабильно на 30-ку выше, причем боевой на 40-ку выше у Арктура. Вот сейчас в другом направлении он там заводит. Маликов в это время пытается отменить, опять же, вот эту четвертую базу, где 6 минералов и 1 гастру димагу в данный момент строит. Чуть закопал, вкопал обратно минки Артура. Они в итоге одна только стрельнула, и то как-то ущербно. Прирост подходит сюда. Вы видите, через центр здесь передропнулся Артур в бок тем, что выжило с предыдущей волны. Но надо привести сюда, конечно. Вот все, точка сбора. Почему до этого точка сбора не стояла димага? Ну, Артур не знал, что димага в тылу не будет перехватывать. Но, тем не менее, не знаю, короче, можно было там понять, что димага будет в лоб драться и подвезти сюда успеть. Но Артур не успел. Но в это время еще дробь проходит. Смотрите, левый верхний угол Артур пробивает. 170-125 по лимиту. Артур вообще, кстати, вперед идет. И контролит Маликов очень хорошо с мародерами. Хат он начинает проблевать. В тылу тут минки закопаны. Дроб одновременно к третьей подходит. Не, Артур что-то все лучше и лучше играет. Со временем, я не знаю, конечно. Еще и в этой игре он пока не победил. И как в следующей он отыграет. Непонятно, по-моему, замечательно. Все делает. Здесь сплит как бы не идеальный. Но, тем не менее, он присутствует. В это время дробь на вторую сзади. И контролит как дробь и приросты сюда идут от Артур и 180 лимитов. И четвертая ЦЦ хуже добываться начала. Ничего себе. На третий дробь громит Королев, громит Собак. Здесь вообще недостаточные виды демаги. Марики просто разрывают. 3-3 делаются. А в ультру демага выйти просто тупо не успевает. На мейни дробь здесь, конечно, отдастся. Ну, на третий просто жесть вообще. Так, секундочку. Сейчас, похоже, надо телекундать. Это странный номер. Ну, как бы здесь Артур дожимает. Смотрите, демагу. Так, все, я здесь, ребят. Извините, звонил человек. Просто номера незнакомый. Я думал, что это за фигня. Ну, понял. В итоге кто? 163 на 60. По лимит, кстати, потери в игре. 10 тысяч на 16 тысяч в пользу Артура. Заходит на мейн. Дожимает демагу. Ультра уже не помогает. Просто слишком много бьют. Здесь еще один ультра здесь выходит. Но нет, здесь Артур перестимился. Ну, хватит там Артур уже, видно, с перебором контролит. Ну, всего хватает юнитов. Здесь GG пишет, демаг. Один. Ноль Артур. Демага проигрывает уже. Одиссея с вещь картой. Артур очень такую уверенную игру показал. Вот. Ну, посмотрим, что далее будет. Победитель этой пары попадется на победителя пары Блай против Касса. В полуфинале. Которая будет отыграна завтра в 18.00. Начнется сегодня Касс не смог. Вот. Короче, завтра будет 5 матчей. Вот этот Касс Блай у финала матч за третий и финал. Так, чтобы идти готовы, завтра, может быть, завтра будет много интересного Старкрафта. Так, чтобы идти готовы, завтра будет много интересного Старкрафта. Так, 17-я хата Газпулу Демоса. Артур Газбарак в Рипера ЦЦ ход играет. Сейчас факта пойдет. Ну что, реперочек на патруле. Дома не полетел. Артур вперед не хочет забегания собак. Он сюда получит как Глай. Например, любят и некоторые Зерги Пул первоиграющие. Там 2 собаки или 4 пробегают. Начинают КСМ кусать. Там сюда забегать, разведывать. Как бы, Риперу нужно назад возвращаться. Ну, у Демаги 6 собак. Скоро сделается. Дома стоит и все. Ну что, полетел Рипер. Заметил Артур Ровера. Сейчас понял, что собаки уже не погребут вперед. Сейчас Рипером полетит. Поразведуясь дома. А-а-а! Смотрите-ка, билд изменил Артур. Кстати говоря, обратите на это внимание. Билд-то у нас получается. Так, а здесь, кстати, можно Мариком снизу. Овер-то прогнать. Еще сюда, потом Марики придут. Здесь передрок Мариков идет, получается, с 2 бараков 16 штук. Может, не 16, конечно. Демаги неудачно, Овер, он прилетел. Он что, это карта, не знаю. Здесь просто берет Артур и Мариками. Разбревает, собственно, Овера неприятно, на самом деле. Ничего хорошего. Так, Старкорд нужно заказывать. Заказан Старкорд. Сейчас реактор под него пойдет на факте, естественно, но в ближайшей перспективе. Ну, а Демага что? Демага третью ставит. Ставит в районе 9, получается, часов ему. Так, одна минеральна. А, она где-то там вдалеке, понял. Это минеральна. Ну, так ее просто плохо видно получается. АПМчик 35 демаги, то есть, взят 9 у Артура. У Артура, конечно, жестко кликает. Но, я скажу, и контролит он при этом всем очень даже неплохо. Так, 3D эпохи сейчас будет в застройке. Пока инженерки Артур не делают, наверное, одна здесь будет, одна где-нибудь здесь сейчас. Трестенька так, тираны. Погодите. А-а-а-а, это вариация билда, не раз мы уже ее видели. Бумиху видел, инновейшн делал, многие корейские тираны делали. В чем суть? В том, что сейчас, получается, Артур не делает реактор не на Старпорт. Точнее, Старпорт не сажает на реактор, не перелетает. Оставляет на факте, по 2 гелика строят, и по 3 марика, и в итоге будет хелбат куш вместе с мариками со стимом. То есть, под зерков, которые они любят делать роучи, это прям идеальный билд, как бы. Короче говоря, кто смотрит майнстримы, часто видел, то есть, это и на каких-то, где я рестримил какие-то крупные, и на Варде Викли, там подобные играли корейцы, где из игры я стримил. Так, 1 медивак плюс гелика вперед-то идут. Ну тут, а что вот тут медивак стоит? Нужно брать прирост вперед, вести тоже. Непонятно, политика Артура здесь. Сейчас еще плюс 2 гелика сюда, и вот эти маленькие, здесь вообще жесть выхода будет. Так, щиты заказаны, заходит Артур с колбатами, у демаги, сука, 7, кажется, королев стимится. Артур пытается в королев ворваться, врывается королева, не прикрыта собаками. Где собаки-то бегают, демага, на двух собак пришли, всех королев отдал вообще. Что ты творишь, демага, вообще жесть это. Смотрите, потери сейчас как на дрожжах у Димы растут, колбаты жгут из-за мариков, жесть вообще. 2 200 на 750, похоже на то, что эту игру Артур собрался тоже сейчас прям взять. Да, и прилетел здесь гелик с еще пятью мариками, которых абсолютно нечем убить. Падает оверы, падает хата, третья. Беллинг Неста еще нету, вышли собачки, ну а что они сделают, сейчас еще колбатов затрансформировать и вообще печаль, беда. Собаки падают, здесь вообще без потерь. 3 000 на 750 по потерям, как вы видите, это очень печально для демаги. Так, Артур стимится, заходят, надо покрутить беллингов. Один все доделался, ну хорошо все-таки взорвался, не поделаешься. А мог бы Артур убить здесь, но тем не менее преимущество просто гигантское. Цецеха, один беллинг все решил здесь. Цецеха третья уже есть, 1-1 грейд заказано. Проблема вот этого билда, да, что грейды позднят. Сизипдема же такой Артур не нанес, все плохо было бы. Ну и здесь все вроде как делается дома, получается. Бараки еще пошли. Так, Лбат, Минка, Марик, здесь Гелик и 6 Мариков сидит. Ну, посмотрим, что вдруг сделать, я думаю, еще серьезного он не должен сделать вообще. 2011 мой такой билл, а не он, это недавний билд, недавний, вот, года полу, мне кажется, этому биллу будет, если не меньше. Вот. Так, Марик здесь не застоялся, они с Беллинг не могут дойти, они спокойно по королевам снизу настреливают. Артур стимится, разводит, тут еще Димага вообще, Афтур обнаглел маленько. Надо Хелвату затрансформить, сейчас его вылечит, медивак. В это время треть СЦ, это вообще. Опять Марики на стиме, снизу полевая, вкрали его одну димага отдал, вторая еле живая вообще. Еще Димага полетел вперед, здесь медивак один демаг, надо бы вычинить его, что Артур, собственно говоря, делает, но одной колесомкой, ну, она достаточно быстро все отчинит. Так, здесь дропчик улетел, он четыре марика на мэне, Артур собирается еще пошатать димага, немножечко понапрягать. В это время прилетает на четвертую, дропается на лограунд, здесь можно минку закопать, даже две. Часть на лограунд, часть на хг, прикольно получается. Как минки жахнули больно вообще сейчас Артуровке. Здесь видит Бэйнов, собак приходит, собаками разминивается, на мэне дроп ничего не сделал особо. Но здесь зато ГГ пишет димага на 300 сц, цит на лимит, 135-65, зашатал что-то Артур в хлам вообще. Так, ребят, сейчас, секундочку, короче, вам дам. Кто хочет досмотреть вот здесь, вот можете досмотреть, ребят, этот матч. А нам уже пора начинать по чуть-чуть. Так, ребят, сейчас, секундочку. Так, ну а я по чуть-чуть начинаю, ребят. Нужно задержку 12 секунд выставлять. Ну сейчас пока не буду я спешить ключ, сейчас. Скоро выставим уже. Касса была и тут вроде как. Надо мэджика ждать. Должен еще Зерк, по идее, стримить у нас сегодня, как бы. Вот, короче, Старлайн популярный в плане того, что стримят его много вообще людей. Получается. Ну и Блайкас сейчас матч победителя Артура определится в полуфинале. Потом браток Хеллрейзер, верхняя часть стетки. Ну и Артур с победителем, и матч за третье, и финал, и т.д. Так, у меня чайник поставлен, кстати говоря. Надо сейчас будет снять его. А то без чая я останусь. Так, сетку-восетку-восетка сейчас будет. Сетку сейчас добавим. Все, переименовываю стрим. Сейчас все переименовываю и начнем. Сетку. Чайник. Товер. Уходи. Чайник. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Касса, то, что он халявит, он третью ЦЦФ увидел, и он понимает, что при таком билде здесь крайне сложно отбиться на самом деле, крайне сложно отбиться. Вот от таких вот пушей. И он идет вперед, лимита боевого больше. Собаки забегают, надо ли собак было под геликов выставлять. Ну, в принципе, они втанковали геликов, ну... Блай начал с гелионами драться, в это время Касс просто бункер вычинивает. Теперь Тублай тут на ту порезил, и вдруг бункер падает, и... Короче, запас тут у Блая был даже, то есть, несмотря на то, что... Хотя геликов тоже надо было ликвидировать, но в первую очередь нужно было бункер пробить, и собак уже кидать в бой, тогда, когда нет бункера, части там геликов нет, но хватило и так, там слишком хорош преимущество у Блая было. Так, можете призовой пополнять. Вот, что за вопросы-то такие странные. Гудгейм берет 10% за площадку, за турниры, за эти. Вот, еще может организатор здесь брать, 20 бытая было, но у нас никто брать не будет, ничего, это очевидно. 70-39 по лимиту, вчера спасибо, мистер Вет, спасибо за тургу большое, за поддержку. Вот. Просто на 5 часов Турика. Призовой, конечно, какой-то, ну, в этот раз печальный, ну, у нас не было просто, ну, спонсора, который дал изначального хоть какой-то, то есть, это и то с нуля получается. Все, поднялось. Так, Беллинг Нест, макрохатка у Блая, 1-1 делается, третья раскачиваем, 56-30 по рабочим, КАС летает, тут 6 мариков дропить, что зачем под собак дропить вообще, непонятно. Спорку на мэнни, ну, здесь Блай все контролирует, абсолютно все контролирует, КАС немножко здесь ожил, у него 34 рабочих на 53 Блай, но у него 30 цехи, то есть, КСМ-ки быстро попались, по 4 мула летят, у него Венкам не меньше, чем у Блая сейчас, но, третьей базы нет, нам бы летать по боевому лимиту остается уже, и Блая, он пока никак не может его экспансии помешать, а Блая уже четвертую хату занимает, и просто клепает рабочую, у него 60+, сейчас будет рабочий, еще будет, здесь вот Блая крип не помешала бы на мэне, да, вот так вот, во-первых, соединиться здесь, и вот эту крипту не надо внизку откидать, его нужно вот так вот мэна внести по периметру, и все будет в порядке. шпиль на мэне, у Блая делается, КСМ-ки двойной дробь сделал сейчас. У Блая есть Беллинги уже, покатушек, правда, еще нет, не готовы пока что. КСМ-ки здесь легко, здесь все убьет, Беллинги не докатятся, это очевидно, да, как бы, где Роучи, где Линги еще, все, Беллингов КСМ-ки убил, он тут Роучи перестраховали, с Роучи, с собаками здесь отбились более-менее, здесь порка плюс две королевы, КСМ-ка сразу передумал, не полетел. Ну и Блай с менеджей, с рабочих на четвертую, и все правильно, здесь по 17, в принципе, дронов, это нормальное количество, ну, можно по одному увести, но это контролить, наверное, на каждой базе, я думаю, что даже заморачиваться не стоит. 2-2 у Блая делается, у КСМ-ка даже, а нет, Армари есть, Армари есть, и вот даже вторая атака пошла отстава не сильно, большое будет, но будет. А Блай четвертую раскачивают, 68 дронов, 6 троиц, 44 раскачанных базы, мейн там, правда, кончается уже, мута первая строится, 5 муталисков, можно и побольше закатиться, а Плай блок это убалая, сейчас нелепо еще, вот все, 2 ойра добавляются, 10к спалил Бейнов, нужно просто принимать, здесь Блай понимает, здесь уже операция-то не пройдет, и, кстати, танк сплэшем, если соваки здесь задержались, бы мулах покрошил бы своих. Ну, Блай там не задержался, пробежал дальше, Бейлинду в другом месте попытался заморфить, один заморфил, сразу же марики убили, как вы видите. Ну, Блай абсолютно верную тактику избирает здесь с забеганиями, я бы сказал бы, что это не он избирает, это сейчас большинство зергов так отыгрывает, и это правильно, лайк, потому что уже так много лет, как играет подобным стилем, забегания от зерга своевременные, это всегда ключ к успеху, потому что вот, нет прироста, и собаки наносят хороший урон, рабочие падают, марики падают, здесь минус, вся экономика на второй базе, у кассы в это время дроп с одного медивака на 9 часов, и выход одновременно, все остальные армии на четвертую базу под мейном находятся, но этого явно недостаточно кассу пробить, 160 лимита Блая, на 105 там касса, муталиски собаки прибегают, даже Бейлинду здесь у Блая легко отминает, и там 26 ксмс минус, касс пишет ГГ, ребята, 1-0. Привет, Золкин. Не знаю, куда ты там сядешь, кабриолет или нет. Главное, чтобы в голове было маленечко. В голове было проверено, наверное, просто тем сопроводимаемо. Режисс. По uses listened. Каким смøre isso, а уadan это так, у нас должно сказать, ну, что мы ceiling, Продолжение следует... 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 Вот и ответочка от касса. Вот это уже сверх удачный был врыв, получается, ничего не потеряв, 9 рабочих забрал Блая. Это ошибка Блая, то есть он, кстати, здесь нет овера. Не то, что он не ждал, ладно, у него визжена не было, здесь должен быть овер висеть, и он видеть должен, как там Хараса идет, вот здесь это висит, Рэйвена видит, Блай, правильно? А там ничего нету. Видит касса собак, что Рэйвен уставил, а в ту редкую, да вручную, дронов прокликать, да и все. Так, ну что же, рабочих Блая восстанавливает, 59, 48 количество сейчас рабочих, конечно же, Блая плюс. Здесь третья цеха у кассы вылетает, в этот раз удачнее, конечно, игра начинается для него в целом, после вот этого удачного урыва второго. Так, овер минус. Начались какие-то эти, забанить победителя на следующий турнир. Так это, может, там вообще не проводить их нахрен нужно-то? Да и не всегда Блай выигрывал турниры все, и сейчас так тоже вечно продолжаться не будет. Творстка Хэппи, например, выигрывал, никто его что-то забанить не хотел, потому что Хэппи любили почему-то очень сильно, но я понимаю, почему, потому что он задрог в хорошем смысле этого слова. Ну, многим этого не хватает. Так, плюс из Варкрафта. Минус овер, ребята. Караси дропами касс, Блая пытается Ревена нагнать муткой. Да, 6 муталисков, и Ревена, кстати, нагонит Блай. Ну, то, что Ревена нагнал положительный момент, здесь через Марик пролетает, здесь нет смысла драться. Ну, и Мариком дэмэдж не хватило, что хотя бы одного муталиска сбить. У касса в итоге, что у касс 5 бараков продакшн, 3 еще строят, сейчас 8 будет. Четвертый ЦЦ, вот, макро касс начинается, мута Блая летит, 4 муталиска. Вообще, сразу же касс забирает, ошибка, ну, не сказать, что ужасная, но ошибка очень грубая такая, контроля мутку так отдавать. И касс продолжает движение, сейчас заходит на крип, сканет, бейлинги пошли, сплит от касса. Для многих это звучит как что-то фантастическое, но на самом деле у касса он всегда есть и был. Просто он как-то по факту уже сплитится и зачастую не успевает просто. Вот, а здесь как-то я бы не назвал это. Телеста переподписан, 5 месяцев. Вот здесь я таким словом это бы не назвал, как сплит произошедшее. Ну, вы видите, касс по леомету не сильно-то проседает. Вот, просто я не знаю, стоило давить. Во-первых, 2-2, вот сейчас только броня вторая доделать, сейчас я вот не уверен, даже была ли атака, я не обратил внимания на это. Плюс 3 барака добавляются, а как куда-то лез там. Зачем он туда лез? Ну, вот опять Блая, тупица и муталиска, опять минус, что за ошибки такие вообще? Так, дробь полетел на Мэй, здесь СЦеха готова, 4-й уже, бараков, бараки 3 штучки есть. Новенькие здесь, причем они стоят так, что, ну, как бы, роль стенки играют, получается, между ними маленькие могут пройти, но зерк толпится будет, получается, нотором придется здесь обходить. Так, двойной дробь на Мэйне, уже до этого дэмэджный Шпиль добивает Касс сейчас, Минка будет залп... Вы видели, сколько? 32! 32, ребята, вы не имеете эту цифру, но я вам не вру. Нифига, 32 собаки сейчас убила Минка, это была жесть, то есть, ладно, Шпиль убил, даже один бы залп этой Минки весь дроп этот, не то, что весь окупил бы, но уже бы этот дроп был бы не бесполезен. А еще там Касс и Шпиль убил, плюс, марики еще и так, там пару собак, возможно, убили. Ну, там идеально, просто для выстрела Минки собаки стояли максимально кучно, максимально кучно стояли. Так. Дегает здесь блачет, контролит. Телеста, ты уже активировал премиум? Вот. Рой эволюционировал. Войска роя атакованы. Скопление минералов выработано. Обухоль атакована. Так, здесь идет Харасля, да я не понял, что-то там это. Кто-то без задержки что-ли стримит, я чуть не понимаю. Здорово, вердолт. Ну, все, я подрыв на бейнах пропустил, бывает. Я что-то пытался просто задержку посмотреть, потому что про миньку эту раньше времени вы что-то отписали раньше задержки, мне показалось сейчас. Ну, а насчет премиумов, теперь не надо что-то в качество исходное смотреть премиум. Теперь он просто для поддержки стриммера и для смайлика, короче говоря, используется. Я без задержки, а ты без задержки? Бойска роя атакованы. Годи-ка. Блин, а почему я без задержки? Короче, ребят, ладно, тогда... Сейчас, после этого матча-то придется задержку, видимо, выставить. Я же, блин... А, я говорил, что сделаю стоп-старт и не выставил задержку, я даю. Ребята, посмотрите, 186-164 по лимиту, это мой косяк, конечно же. Мой косяк, это... Вот, я почему-то завтыкал с задержкой сейчас. Так, 176-192 по лимиту, касса 3-3 грейды доделались уже, доделываются. У касса 4-я цеха, Блай его пробрел, он 9 часов, и в левый верхний угол, Блай золото занял дробное управление, и 6 часов занимает сейчас. Здесь двойной дробь, касса летит, сможет Блай его встретить? Да, Блай его видит, смотрите, это минус 2 медивак сейчас будет. Касс пытается улететь, Блай пытается медиваки забрить, забревает, собаки врываются. Блин, а опять как-то минки жестко крошат, я не успел посмотреть, но здесь, конечно, не 30 погибло, но штук 12 точно собак погибло. Так, нет, прям сейчас не буду задержку выставлять, а точно. Я думаю, что я вот этот матч достримлю, то это будет как бы отдельный матч 1-4, потому что ну иначе криво, иначе нет смысла на ютуб все выкладывать как бы будет. Я надеюсь, меня там поймут и простят, конечно. Вот. Товарищи остальные. Принимает тут Блай Тора, идет забегание жесткое, касс пытается вернуться. Ультралис с мукой там активно бьется, здесь прирост, здесь не планетарка, орбиталка. Здесь два Тора, минки, плюс маленькие мародеры, надо аккуратнее кассу драться тут, и одна ошибка, он может здесь слиться вообще. Здесь собачки забегают, здесь маленькие под либератором бьются замечательно, у Блай, кстати, нет 3-3, а у касса 3-3 есть, как вы понимаете. Так, Тора надо отвести, демиджу на ультрала касс забирает. Как же Тора вместе с мародером, здесь неплохо ему нащелкали вообще. Дос приедет к Трансильвании, приел закончить курсом на боли, как бы они конкуренцию в Блайо составят. Ну, Вердос, он как бы, так как слабый игрок, даже приехав из Трансильвании, он только сможет в голосовалке по праву ставить яупыль, как бы, ну, а Репчик и так, топ-1, ну, что там вообще, ему ничего не надо, там никому конкуренцию составлять. Барак у касса догорел здесь, я смотрю, где гасты строились. Бараков в итоге осталось у него 7, ну, 7 это много достаточно. На 3-х часах турецкий касс восполняется, 180 лимит на 162, а пока касса себя неплохо здесь, смотрю, чувствует. Ну, вот, успеет ли он контролить, успеет ли он все от снайпер-шотить к чертям, вот этот вопрос пока открыт. Так, Либераторы плюс Билл, все остальное, все задвигаются. Либераторы с плюс-1, у Мутки нету, у Грейда на броню. Ну, блин, вот по отдельности не надо Либераторами лететь, сейчас сольют, Муталиски их уничтожат вообще. Очень много ультра-угла, 11 штук, но здесь микс, который способен с ультралами справляться, но Либераторы где-то в тылу, вот нам нужны снайпер-шоты, Либератор вроде разложил, снайпер-шотил и 2 ультра-листка уничтожил. Ну, еще тут на першотики пошли, ну, не хватает немножечко кассу здесь, чтобы нагнать здесь, что редко есть, здесь не пробреть. Маленькие здесь были, куда-то делись, в итоге армори упадет, который можно было в Грейде спокойно делать на воздух там и на землю. 6 часов пытается касс заминусовать, 184, 163 параметры, есть уже Караптер, это очень сейчас не на руку кассу, потому что, ну, пока Грейдер Спайра я не наблюдаю, но как-то бруды будут, ему вообще тяжело будет биться. Хотя, с другой стороны, может, викингов добавил. Где вот сейчас снайпер-шоты? Пошли снайпер-шоты, очень много их. Не мешало бы Микосбук какой-нибудь Блай успевать кидать или кассу тканить, я не знаю, с противоположной стороны выбивать этих инкестров. Их там очень много уходит. Ну, касс 6 забрил, все, Блай только золотом, получается, остается, что брудлинги чуть не сгрызли вот этого парня. У брудлинги 2-2, а у него 0 брони. Вот это очень плохо. Так, снайпер-шоты по характерам, если касс снимется, гасты под ультру подставили, подставили, Блай славил момент и просто проблевает на Микозе касса. По лимиту, правда, все равно его меньше, Тору еще неплохо затанковал, этот Семюхов сзади приходит, но недолго ему там биться остается. Короче, касс развалился, ребята, если так он будет делать, то он может легко здесь игру эту отдать. Потому что здесь Микоз, здесь много энергетических юнитов красиво будут копить. Но у касса, я не заметил, что у него 10 гастов и еще 2 строят. Такая жесть. Ну, это тебе нужно расконтролить, здесь танковать сейчас нечем. Если гасты подставятся под ультру, снайпер-шотов не будут, их могут развалить вообще. Но 10 гастов, это уж жесткая сила. Если вовремя сканите и просто заранее снайпер-шоты накидывать на ход, видеть, что Микозы на тебя не кинут, то там не 2 ультралиска, до них 4 и 5 ультралисков даже не дойдут вообще. Вон, потеря, сейчас посмотрим, 27-33, 6 тысяч, ну, 28-33-500, получается 5-500, разница примерно. Не такая уж гигантская для такой стадии, но Глай больше потерял, 6 дронов, минут где они минут? Вот, Минка здесь пришла, вкопалась, кстати, у нее грейд на закопку. Да, есть грейд на закопку у Минки. Гастов все больше и больше у касса, ну, пассивно сейчас пытается распространиться сюда. Глай в долу, твои Микозы пошли, Гасты под Микоз попадают, вейлинги заходят, снайперит ультралов касс. Всех не снайперил, пришли караптеры, успевает, и караптер под снайперит один всего лишь улетел, тоже важный юнит, то есть про грудок может забыть. Снайпер-шоты еще пошли, но в таких ситуациях надо сканить, бывает из Вижена, ну, выходит и снайпер-шот отменяется. Так, Гастов сливает, касс сейчас стоит несколько штук, но много его достаточно и улетело. Гастов 5 в медилаках, плюс еще новых, прирост есть у Блая-2 ультралиска, уже вообще там у них ИП нет. Трансфюзов нет, королев тоже не осталось, есть Минки, Снайпер-шоты идут. А последний ультрал я наблюдаю, здесь который вышел недавно с прироста, касс давят, продолжает давить. Прирост туда весь идет, мародеров тут, конечно, не хватает, ведь мародеров бы не один, а штучек хотя бы 5-6 тут было бы, они бы дэмэджи вносили, ибо они хоть танковали бы здесь, инфестров касс видит, поймать не может. Блая-2 ультралиска, пришел еще один ультрал, нет, здесь даже Либератор, но зато есть Гасты от снайпер-шоттеля, они легко, достаточно ультралиска. Собаки против Гастов тоже почти что бесполезны, потому что они двух ударов убивают, и Блай пишет ДГ. Так, опять стало светло-темно, короче, жду инвайта. Ну что же, 1-1. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, чай-то у меня давным-давно есть, и надо бы налить бы его, а то остывает уже. Про премиум или где посчитать, я как-то скидываю про премиум. Премиум теперь как бы для смайликов, для уж рекламы не было. Качество всем доступно уже. Так, вот про премиум тема для об изменениях. Продолжение следует... Ну что же, ребят, бо-5. Задержку пока я не буду ставить, потому что этот матч я полностью отстримлю и поставлю там задержку. Вот 90 секунд, и мы будем смотреть полуфинала, чтобы хоть выложить, можно было бы хоть бы 5 одно, а то 2 игры выкладывать, смысла я не вижу. А раньше-то если бы сказали, было бы вообще замечательно, ну... Или бы я сам обнаружил, я бы просто думал, что я цифры-то выставил 90 секунд там вовсе, а стоп-старт не нажал в итоге. Без задержки все идет, ребят. Цецеха у кассы, орбиталка заказана. КСМ еще добывает минерал здесь на второй базе. И Цецеха пойдет, то есть Депо Бара, ГАЗ, Риппер Цецеха, а у Блая что? У Блая пол первый в этот раз, причем... Так, 4 уже собаки есть, вот они вылупились, бегут вперед. Ну как будет забегание, бежит Блая Рипера, касса, вокруг там. Может быть, касса не полетит в Блая, хотя обычно вот касс никак не стоит, он прям сразу летит, что он и делает сейчас. И, кстати, он летит так, как забегание у Блая идет, он читает просто Блая, но он знает его, как он играет, и посмотрите, что происходит. Оп, собаке привет, говорит касс. Выглядит это все, да, это как-то вообще какая-то халява, но я понимаю, почему касс так делает. Просто про, ну, смотрел игры Блая и понимает, что Блая вот так вот постоянно делал, вот и все. Собаки назад в тыл побежали, касс, кстати говоря, здесь оставил без прикрытия, получается. Целку, что здесь Марик есть, собаки сейчас придут сюда. Марика, уводи касс, куда ты? Вот нам в сторону Рипера уводить, он бежит, хрен пойми, куда касс бежит сейчас вообще. Можно Марика было бы не отдать этого, если в сторону Рипера вот сюда бы бежал. Во-первых, бы Рипер быстрее бы прилетел к нему на помощь, то в этой ситуации плюс Марик еще и своим, ну, деможим бы смог бы что-то там сделать. Хоть пару выстрелов. Может, конечно, он не выжил бы, но собак быстрее бы явно касс убил. Ну и так, как бы, собаки ничего не сделали, но это же, конечно, уже не поражение для Блая. Да, он третий хат уже ставит, парабам, на 4 штучки еще 4 строит. Сейчас тут, правда, геликов начнутся заезды, и вот, может быть, что-то они тоже сделают. Ну, если бы Марик даже выжил Ловера, то он не забрел бы. Уж здесь Вижена нет над этой штукой. Барак было бы поднимать, одному ему тяжело было бы забить. Но, в любом случае, это было бы лучше, чем он погиб сейчас. Такой расклад. Так, третья цеха у... Касса в орбиталочку Морфиса. Она не самая ранняя была, конечно, но... Тем не менее, никаких двух базовых прессингов Касс не собирается делать. И тут на халяву заезд геликов, смотрите, идет. Ё-моё, 4 гелика заехали, Блая опять здесь на затерпел, парабам уже проседает. 9 дронов, минус, ребята. Хорошо, что только 9 сейчас, наверное, можно здесь с уверенностью искать после этого заезда. Здесь лишние дроны берутся, переводятся. 17 рабочих здесь есть в этом направлении. Так, Блай переводит все сюда на вторую, на третью. Вообще добычи пока нет. 21 дрон. Ну, что, Блай, точку сбора поменять не может, что ли, с мейна? Я что-то не понимаю. Зачем он с перебором рабочих-то здесь держит? А, ну, хотя с другой стороны, да, газшпиль заказал 5, рабочих 3. Осталось, красногаз направит. Может, он так и хотел сделать. Вполне возможно. Дальше точки сбора уже переставил. Да, так и есть. Один из дронов еще делается. Ну, вот, между заездом геликом и дальнейшей агрессией Касс очень большой разрыв. Поэтому, потеряв геликов, Касс ничего сделать не может. И Блай все равно опережает по рабочим, как бы, и серьезно очень опережает. Так, ну, тут даже Касс плюс я оказался. 77,67 по лимиту. 59,49 по рабочим. Ситуация тут такая. Ситуация тут такая. Интересный выход от Касса. Крипа тут пробревал немало. Пытается отменить Блай четвертую хату. И, кстати говоря, похоже, он ее и отменит стопроцентно. Ну, Блай эскейп, правда, нажал. Здесь выну... Развел Кассу на стимпа, кстати говоря. А от Кассы еще маленьких тут пачкаться. Е-мое, через 5 секунд щиты. 1-1 грейды через 10 секунд. А у Блая даже бейлингов нет. Вот только сейчас он их заказывает. Касс идет вперед. Хорошо, что Блай время муты тянет. Если б Кассу сейчас просканил, а Касс не любитель сканить лишний раз. Вот если бы он лишний раз сейчас просканил, увидел, все, нажал бы стим, пришел бы сюда, он бы Блая просто убил бы. Но в итоге нет. Он Блая не убьет. А так-то у него ситуация по грейдам, по всему вообще замечательная, прекрасная ситуация. Обходит сверху здесь. Отменять будет в районе 8 часов здесь Хату. А, уже ближе к 9. 8-9. 8,5-20-30 получается. Семец, Касс, Хата, минус, конечно же. Так, Мариков надо сразу ближе так подводить, потому что у него дэмидж там небольшое количество Мариков наносило в итоге Хатки. Ну, Блая, эта Хата, как бы получается, была. Она не фейковая была, но если бы Касс отменил это, Блая, Бета осталась, получается. Отменил Кассету, Угла 6 часов осталось. Прирост весь вперед идет у Кассика, третья цеха добывается вовсю. Бараки, что у нас? А, это Факта вторая добавляется. Бараков 5, как было, так и остается. В это время Блая тут Муталиск еще пытается сделать Сухун. Муталиск вообще не потерял пока еще ни одного. По катушке Бэйна, наконец, доделались. Собаки все новое-новое подходят. Сейчас хоть Грэйдэ 1-1 доделают, хоть по Грэйдам вровень будут драться, пока у Касса 2-2 нету. У Касса 3 больше боевого, но часть-то дома стоит. В общем, точки сбора нету, как вы видите здесь. Так, Бэйлинг тут лишний был, Майк, он и так погибал, но это такие нюансы контроля. Некритично это, да, все получается. Королева Криптумар ставит раз, здесь можно еще один поставить, сейчас Криптумар уже просто пойдет и... Продолжит Касс давление. Один Криптумар не успел Королеву запилить. Ну и здесь восстановлено, это самое главное. Забегание в район третьей базы идет. Здесь нужно либо вот с этой стороны забегать, либо здесь Морфит Бэйнов, причем больше пяти, и как бы депохи бы так пробить. А в Лайе Морфит 9 штук, ну хорошо, хорошее забегание может получиться. В это время Касс на 6 часов на халяву как-то прошел сейчас. Блай тут рабочих потерял, возвращается своими юнитами, понимаешь, Касс где-то рядом. Опять Минка, блин. 10 собак минус. Как-то вот проблема у Блая со сплитом против Минка. 68, 69 по лимиту, 188, 157 в пользу Касса по боевому. А что Блай... Я думаю, он депохи будет взрывать. Он просто сверху забегает. Касс реагирует достаточно быстро, но... И Блай еще криво катился, и Био приходит сюда еще-еще быстро. И собакам тяжело уйти, вообще не ушло собак, офигеть просто. Провальное забегание получил, Блай больше отдал, чем забрал. В это время хотя бы принимает высоко, как Касса, но часть-то юнитов тро улетела. Нужно пытаться нагнать Минди Вайки, что Блай делает сейчас. Муталисов благодаря этим действиям отдает одну штуку, две штуки, три штуки мутки, отдает Кассу. И четыре муталиска отдал, то есть, еще и Миди Вайки не сбил и... Да. Как-то так все. Вот сейчас Миди Вайки два точца обьет, третий улетел в итоге. Муталиска в плане законтраливает! Четыре здесь мутки, минус это вообще ПЛ. Ну как так, может, Бэринг-бомбы прям при Кассе копает? Что Касс глупый, что ли, так делать вообще? Так, Бл Блэк, Касс в... в этот, в Рудвар не играл, Касс играл в Варкрафт. А как играл я вот, ну, уже с какого-то момента перестал за Варкрафт. Так, минус 7 муталиски. Еще перестал с какого-то момента за Варкрафтом следить, просто, поэтому не знаю, как там было дело. Жестный залп минус по своим-то рабочим. Собачка пытается нагрызть. 2-2 у Блэк, Грейда есть. По рабочим 58-49 в пользу Блэк. Это вот то, что его может спасти. Ну опять мутка! Еще 5 муталисков минус. Блэк, 24 муталиска слил в этой игре, еще 9 стройк. Блэк, вообще жесть просто. Тут сам Себлай линейкой по рукам должен настучать. Это реально косяки. Как можно так мутку отдавать? Про задержку я все сказал. Случайно так получилось, что я ее не выставил, хотя думал, что выставил. После этой пары она будет, естественно, поставлена, потому что, ну, вот, нормально хоть выложить можно будет. Так, забегание сова. Здесь Мариков Блай принимает несколько штук. Вообще, контр забегание всеми практически юнитами делает. здесь Планетарка в районе дальней базы. Собаки сливаются на забегание. Касс пробивает. Куча в такой дикой стоит. Заходит Блай, согрелся, пошел вперед. Ну, это было, конечно, заманчиво такую кучу сразу пробрить, но кучу Блай не смог эту пробрить. И у Касса слишком много здесь юнитов, и четвертая дома есть. И три рабочих минус шесть, эта база точно падает. Это точно два-один в пользу Касса. Блай пора собраться, потому что он на грани вылета сейчас окажется. Вот, поместим 142. Еле-еле Блай здесь отбивается. Мутальск уже прицах и не спаси на 28 потерял в этой игре. Мутальск Блай это очень жестко. Плюс новые Бенеса 106-159. Вроде отбился Блай, но тут просто 45 мариков, 7 мародеров, 3 медивака, 2 тора, новая волна идет сюда, которая неотбиваемая для Блая. Здесь собаки даже они до похни проградут Касс вычинить скорее всего. Хата вот эта ущербная падает база, где 6 минералов и газа. Не, прогресс вот у его все-таки ничего себе. Ну, это уже ничего не изменит прогресс у 90 на 160 вообще. Ждем следующую игру, 4 матч. 4 игра, сейчас дверь на ключ закрою, чтобы потом не вставать, ребят, погодите. как раз мама с работой должна прийти. Каста удивляет сегодня, да? Молодец, Каст, что тут и говорить. Кто-то он не жмет. Каст не жмет. Каста удивляет. Каста удивляет. Каста удивляет. Каста удивляет. Каст, Кастаướн. Каста удивляет. Каста удивляет. Паца удивляет. Каста удивляет. Каста может быть он не жмет. Каста, Они недоволь zum combin跟. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что же, ребят, погнали Пильну сейчас рекламу Ну что же, КАЗ-2-1, ребят Призовое вы можете поддержать, естественно, но данного турнира Таким образом, самым элементарным Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока что призовой 15 тысяч рублей, но в любом случае Субтитры сделал DimaTorzok 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 Эксклюзивно Аблин, ну я очень многое забываю Как-то расслабился Вот это выкладывать и т.д. У DimaTorzok У DimaTorzok Сынавлечо Нам вряд ли он тренировался прям усердно готовился к матчу против арктура ну и артур порадует силен он сейчас молодец приятно смотреть как играет не то что дима лович и анруш переподписан 6 месяцев то чтобы димага там мертвый отыграл мой арсур круто отыграл но об этом уже говорили ребят я я уже говорил два дня или три надо во первых димаг много не бывает так что хорошо что двойня плюс ну зерчат все-таки как собачек пока маленький ценя гава том будет украинскими как димага правильно вот так собаки приходят минус гелик в забегание отблая но она кстати особо тут хотя нет ксм шатал димага банку свою потерял но я думаю что это конечно печально но больше радостных событий здесь чем чем потеря банки хотя потеря банки да новую банку сделает двойной дроп от кассы залетает на вторую влаю блай что-то поздно реагирует на этот дроп но зато скорость троучим он делает по рабочим влаев плюс сейчас троучи где-то загуляли там блин королевами надо отпокусить медиваки влаев же берет рабочих что подбиваться он делает то блай ты че творишь еще 6 дронов отбился здесь с минимальными кстати потерями в это время собаки прибежали ксм окна халяву власть забрал три штуки собак тоже потерял ксм простимился в итоге все там отогнал ну продакшен неплохой и очень ранний хайф у блая получается сейчас делается в общем скорость готова теперь надо было быть предельно внимательным просто чтоб не отлететь вообще так такой как это уже нет ничто не вечное мне скажу так по крайней мере на этой планете наверное да и везде видимо хотя это да вопрос такой может потом что-то выяснится и другое три роучи здесь забегают что блайка кто в наглую бежит ксм к минут 1 2 3 отказ такой хороший выход идет девять секунд до закупки лайк тэц мувца а ему это уже доклали все вот так подшатал что-то конечно дэмэдж экономический нанес определенный готов блайя врываться принимать здесь касса выход стим опа хороший микоз на танчики пошел на мариков тоже микоз пошел танки падают марики живые пока но хоть танки упали то хорошо значит касс не сможет продолжить свои агрессивные действия дальше роучи пытается блайн огнать но тут посмотри как много как-то реладжеров нету сейчас бомикос пару фаерболов минус весь этот дроп но а я вижу вот что самое важное здесь у блайя то ультрали сквер ставится а самое то что у блайя не очень так это то что у него вот пусто здесь у ток-ток сейчас хату заказывает а у касса то он уже с цеха пошла четвертая по грейдам тоже блайя отстает ресурсов не так уж много так здесь ванша прилетела зашатала там она инфестора ну успевает и все таки блайя очень она ему по ходу досаждалась то он решил даже микоз на него потратить имея всего там два инфестора уникальный грейд ультре заказану блайя вложил черт побери весь газ сейчас в реладжеров но ему нужны действительно реладжеры но ультрала то хоть одного тоже надо заказать а то что-то без ультрала всем печально и по четвертую уже там газ заранее добавлять дронов заранее добавлять стараться здесь собаки забегают наверх ну здесь все здесь все готово к встрече марик что-то излишне подготовился вперед он убежал и его сгрызли в итоге так без пейлинга здесь ничего не пробить зачем лая дает собак просто на мой взял отдал хоть бы пять бэйнов не знаю пять и пятью бэйлингами 3d эпохи друг 3d эпохи это тыс да не бэйлинги даже дороже путь хотя нет четыре собаки это соку сотик у нас получается 125 и бэйлинги 25 25 5 штук то еще туда дороже еще и подороже будет то есть если пробивать до эпохи то надо тогда ну чтобы дальше там что-то убить еще стараться 186 184 было я расчищал 70 дронов у него на муве пытаются словить касса на муве что-то тут по-моему влай нифига не словил файрболами медивайки уничтожил правде и троучи заходит надо проходить бункеру щас танчик атакует дорогу чечета супер надо пройти к танку кэшеблая проходит танк забирает мариков забирает забегание очень неплохое получается что это широчая это жирный такой юнит его тяжело как бы принять приростом одним но хорошая группа снизу подошла и все-таки отбивается дискат 2 пытается убежать 2 ровуч на рампе оставляет они отрегениться здесь а здесь один остался дальше один на рампе выживет опи здесь один смыкался на скан и касса хорошо развел еще этот диверсант здесь в итоге вылупится будет атаковать есть очередное забегание стенки то нет эпохи то есть блай вот мало в этом плане блай это уровень конечно же то есть понимает что стенку еще касс мог не успеть мог не восстановить к этому моменту и забегает а здесь еще босс может выкопаться давайте я вас вперед поведу я знаю здесь каждый закоулок я здесь уже этих дом трубать и рано вшатал вот и и выкапывается действительно ручь молодец блайк контролил начинает им брить тоже 9 ксм их минус здесь только собаки газ выйдут в косяк но здесь инженерки падают падают один рабочих грызет бараки блайк и вот нет у него а вот адреналин тут языкал молодец лучше позже чем никогда здесь марики сливаются вот здесь под удар год газа минус в это время блайк четвертую пытается пробить и 4 очень хорошо он здесь вас бревает ну правда ультралиски падает нужно уйти подальше немножечко так один мага в ровасус я первый раз коментил тогда не первый был стрим первые были фпн он может быть из турниров да возможно так и так опять здесь гост собаки прибегают четвертую пятую от меня к из 10 4 погибло не ну здесь угла все хорошо у него уже грейтер шпиль почти готов но у него нет каратор на таким угро это спарта то бывают наоборот слишком поздний играть спарта блин ставят чука кара авторов нет в это время в центре мой так будет микоз то было есть микоз тут у кучи такой все бегает здесь же а нет еще нет микоза я прошу прощения был неправ ну и под допустил карта до 2 важно сейчас он может хату сбрить сейчас легко достаточно чё было бегать туда-сюда что хату уже решил отдать да пару ультралов с этой стороны пару с этой вывел и все все пошел замес блайк тыл проходит часть ультралиска к часть впереди заходит либератор неплохой дэмэдж наносит но био распличено оказывается законтролить такой ситуации не представляется возможным но под либераторами бегать абсолютно не нужно блайк сейчас и там забегание было это гг хорош блайк забегание кстати пропустил последние пятую решающую ждем 22 хорошая игра получилась у нас здесь хорошая а а а а Так, кто-то опять там не жмет, вот сейчас нажал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, уже давно мне про нее говорили, она уже не новая, пробовать я ее не буду, скорее всего, потому что такую шляпу я не люблю. На самом деле... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, 2-2, ребята. Ситуация у нас Одиссея решающая карта. Не, я вижу, что у этой игрега эта большая аудитория смотрит постоянно. Я не знаю, вообще там приколсту, там прям такого интересного. Майкер там уже там вон 37-я часть как бы. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Благодарщик Именно, положительную динамику имеют и сейчас еще усилят похожи на ее учallo, такие игроки появились Как,лив KurnaTor, Арктурут Которых было не видно И они тоже сейчас не просто там в KML Они на турнирах очень плоха играют И всех, во всекие, пусть не всегда не всегда стабильно и топовых всяких там энерче обыгрывают и не только Наших шатают А дальше будет лучше,а думаю Ну будем посмотреть Будем посмотреть на это всё. Минаточ руку сломал. Но Минаточ не из самых молодых игроков, но, блин, он хорошо в последнее время отыгрывал очень, но вот не повезло с этим пробежкой с руками сочны. А в StarCraft без руки сизёло играть. 3124 полимет. Здесь реактор, короче, на факте, как вы видите. Так, собаки пробегают. Успеет Блайс грызть КСМ-ку? Я вот что-то не уверен. Опа, чё тебе КАС успел так заныкаться, блин? Чертяга. Реакция хорошая. Литовиц ГР. Г есть он где-то, наверное. В принципе, его можно инвайтить тоже, как бы звать, вот. Руку сломала Фолинджера вчера забрел. Это камень в огород Фолинджера. Это не ко мне. Но этот, как его, Кыр, он хоть и из Литвы бывший советской республики, но он по-русски не бум-бум, я так понимаю. Ну, его... Как тех можно звать. Но я вот что-то давно не видел, признаться честно. Ни на каких-то мирах на букву искать, что его не видно особо, как бы, играет он там или нет, я не знаю. Так, армарит делается, в рампе здесь Кастл играет. Я смотрю, такие опасные вещи. То есть это не просто бандши будут, это... Это у нас какой-то пуш, здесь холбат пуш. Так, шесть геликов Банша, всё вперёд идёт. Королев Блая, четыре штуки строится, ещё две новых. Поздний Роучворон. Вот, кстати, холбаты трансформятся, ещё третья база под ударом оказывается подростки. Баншу надо попытаться сбить Блая, чтобы он видит, что Банша на халяву подставляется. Спорка ещё не готова, но скоро спорка будет готова, кстати говоря. Так, Баншу сразу в расход надо пускать, не успел Баншу Блай там убить. Хата еле живёт. Сейчас, но Хата, кстати, добьёт, добьёт сейчас Блай, скорее всего Хата. Баншу нечем убить, трансфюз-то где был, блин. Трансфюза нету, Хата в итоге падает. Здесь брудинги, слинги за холбатами погнались. Дроны новые готовы, 55-60 по лимиту. Блая пока что больше лимита, но... Ну-то почему вовремя Роуч Ворон не поставить? Всё, Баншу и Касса залетел, слился наконец-таки. Здесь надо королевами разводить холбат, убивать. В итоге что мы имеем? У Касса третья цеха, Блая надо третью хату восстанавливать, пытаться здесь. Ресурс-то у него есть, вот он сейчас ставит. Чуть здесь было бы не поставить, в этом направлении сейчас. Ещё одна Банша летит, и она с инвизом. Начало для Блая, ну не самых лучших, конечно, получается. Крипа нет здесь, чтоб мейн со второй соединить. Банша сейчас на мейн залетит и начнёт шатать рабочих. Так, ребят, что-то не люблю шатать, но погодите. Кучи дикие налетели и ни пига не видно. Так, Спорк перекапывает. Здесь Банша продолжает напрягать. Есть же лейер, где Уверсир-то, блин? Давно бы сбил её нафиг. Баттон и Ксилнаги там стоят, Инфестейшн 2 делает. То есть Блая опять по предыдущую игру Роучи Реведжеров у ультралов играет, я насколько понимаю, но нет потенциала экономического ультралов выйти вообще. 50-49 по рабочим. Блая что-то из сусов скопилась просто немерено здесь. 11 дронов ещё делает, хайп по разу. 12 дронов Блая делает. Ну хорошо, что у кассы стима пока нет. Сейчас всё, что нужно Блая, это раскачать 3 базы полностью, забавить Роучи Реведжеров вот к этим 3 инфесторам, то есть чтобы все вот эти выходы и дропы касса принять и стабильно от оборонки выйти сюда в 4 и в ультру. У него всё будет тогда неплохо, я считаю. 8 крип-куморок он вперёд двигает. Крипа у него достаточно много и это замечательно. Макро хайп пошла. Хайп заказан. С хайпом, кстати, провтыкал маленько Блай. Ну а Роучи Реведжеров сейчас 2 лет 61 дрон. Это более-менее адекватное количество. Но ещё 4 можно было бы добавить, да, там минералы, как вы видите. То есть 12 всего у Блая. А касс выход делает. Хватит у Блая юнитов. Инфесторы готовы, но у них энергии 60. 15 только до энергии нужно только, чтобы Микос сейчас кинуть. Реведжеров Блая заказан. Ну королев много, королев много. Микос будет через несколько секунд уже готов. Блая отгоняет касса. Главное здесь сейчас не затерпеть. Потому что вот это ключевой момент. Сейчас Микозы будут. Можно этот выход либо принять жёстко, либо отдаться на нём неслабо. Ну Блай вроде как не примет. Ну не отдаться здесь на этом выходе. Это очевидно становится. Можно пытаться мариковых щитов у них нет. Словить сейчас Блая. Что он и пытается сделать. Микос пошёл вот так. Часть отрезал. Ещё один Микос. Инфесторов 2 просрал. Вот этого не надо было делать нифига. А где ещё? Блин. Один Микос вообще молоко от Блая. Вот поспешил. Поспешил вперёд идти. Двух инфесторов нафиг слил. Это не та цена за которую... Да убил он. Может по ресурсам даже вровень даже чуть больше Блая убил. Но. Блин. Десянфестора и ключевой вообще юнит для Блая. У кассы щиты. То есть ему надо до ультры дожить вообще. А как ему до ультры дожить. Если у него просто не хватает ресурсов на... И не хватает юнитов вообще получается. Касс собирается давить. То есть Блая тайминги то были сбиты. То есть ультрали с каверна ещё нет. Пока он там доделать. Пока он ультру сделает. Там 2-2 у кассы уже грейды. Масится касс просто жёстко. О, хорошее забегание. Очередное от Блая проходит. Касс вынужден срываться назад сейчас. Ультрали с каверна как не было. Он готов. Но ультры то ещё нет. И с дожебла сейчас закажут. Они пока без грейда будут. Ультралиски. Вот в чём проблема. Плюс 3 инфестера добавляются. А чейдлингов как-то высылать. Но на фаерболах Блай может отсидеться. У касса танков 3 всего здесь. И без танков давить дальше будет тяжело. У нас сами лекарства. Пока он крип там. Вот 2 ультрала заказаны. Но грейд то уникальный. Кто им будет заказывать Блай? Ну что ты творишь то? Бегает здесь Блай. Силангу за контроль. Видит позицию касса. Здесь очередное забегание на вторую базу. Касса идёт. Оно кстати очередное удачное. Вполне себе забегание. Потому что рабочие будут гибнуть. Касса выдвигается на крип. Блай инфестров не держит позиции. Сейчас даст кассу засиджиться. Вот момент был когда его поймать можно было. С микозами, со всеми делами. И чё Блай в итоге третью отдаёт. Ну как так то? Блай третью отдаёт ультралом. Так вот наконец то грейд заказал. А можно было в этом узком проходе касса словить попытаться. Ну хорошо хоть рабочих сфакуировал большую часть. 14 ксм к Блай кассу пробивает. 38-56 по рабочим. И ведь касса тоже на улыне получается зависеть. У него юнитов то мало. У Блая есть ультра. Ну сможет ультра завершать? Так стимится глубокая позиция у кассы. Это просто жесть вообще. Позиция просто хреновейшая. Пробивает камни. Здесь танк надо сверху сбрить. Микозами Блая хорошо пользуется. Сейчас 33-33 по лимиту. Ну вот ключ то где. К успешной обороне. Это грейд уникальный. Но ультру по аэрбольчикам танк наконец то Блай сбривает. Ультралис падает один. Всё что тупит. В это время роучи забегать делают. Стоит 5 ксм еще минус. Третья у Блая вроде как качается. До грейда спасительного 20 секунд остается сейчас. У кассы всё перестимлено. Энергии нет чтоб вылечить танков. Здесь крайне мало. Армия напополам разделена. Здесь лимита не меньше чем в атаке. Сзади где-то ходит там. Плюс еще два ультрала. Но грейды у кассы лучше. У Блая только вообще броня одна ультрала. Вообще без когтя. Они без атаки вообще ребята. Забег. Вовремя. Очень вовремя Блая вот эту тему делает сейчас. Если вот здесь вот будет так же. То тогда здесь пиши пропало. Как раз пошла атака. Блая доделал грейд. Микоз хорош заходит. Сверху словил. Касса много юнитов. Отдалю немножечко. Сейчас сзади два ультрала подходят. Хватит ли Блая идти с ультралисков? Не знаю хватит ли. Но Микоза решает очень сильно. А в это время здесь Блай стоял. Чуть ступил пока. Выход делал 160 на 100 по лимиту. Блай все таки чудом в атаке. Блин таким чудом Блай игру эту вытащил. Это же просто жесть вообще ребят. Мне казалось что уже все в какой то момент. Когда Касс здесь ходил. Если бы Касс был чуть быстрее. Чуть расторогнее он больше бы. Он бы в смысле больше бы. Он бы пробрил бы Блая стопроцентно сейчас. Я аж прям тут понервничал за Блая. Но Блай справился с волнением и справился с Кассом вообще. Так ну что сейчас ребят я 90 секунд задержку выставлю. А она уже выставлена. Просто нужно стоп старт сделать. В общем этот матч мы отдельно выложим. Потому что это одна четвертая получается. Ну а дальше я так понимаю. Холлрайза против Братка будет у нас матч. Ждите через 90 секунд буду. Субтитры сделал DimaTorzok